Сенатов Федор Святославович, кандидат физмат наук, доцент кафедры физической химии НИТУ МИСИС, руководитель образовательной программы биоматериаловедения и киндиректор компании Biomimetics. На самом деле занимаюсь очень разнообразной деятельностью наука, образование и немножко бизнес, базируемый на науке. С точки зрения науки, я еще являюсь научным сотрудником НИТУ МИСИС, и моя научная деятельность связана с направлением биоматериаловедения, то есть я считаю себя биоматериаловедом, то есть это некоторая такая специальность, связанная с материаловедением, применительная для медицины. То есть я исследую и думаю о том, какие новые материалы можно сделать для каких-то применений в медицине. Это могут быть материалы для новых имплантатов, для протезов, костей, хрящей, какие-то там могут быть ушные имплантаты, или какие-то материалы, в принципе, контактирующие с организмом человека. То есть моя задача с точки зрения науки – это подобрать такие материалы, которые будут себя хорошо вести в организме человека, будут биосовместимыми, будут выполнять какие-то нужные свойства, будут иметь какие-то нужные свойства, выполнять какие-то задачи. И при этом мне необходимо еще понимать, а что же хотят медики, что же хотят биологи, потому что сейчас, в принципе, мир, он такой междисциплинарный, и нельзя сказать, что вот там есть только физики, есть только химики, математики, материаловеды, биологи, все работают как-то вместе, скажем так, инновации, рождаются между науками. И моя задача – это соединять воедино медицину, биологию, материаловедение, и вот на этом стыке понимать, а что же кому, что нужно. То есть у нас много в партнерах организаций, связанных с медициной – это и Центр онкологии Блохина, это Центр эпидемиологии и микробиологии Гамалея, это ЦИТО, Институт хирургии Вишневского. То есть всем нужны разные вещи. Вот, например, материаловед сделает там какой-нибудь очень прочный материал и скажет, о, круто, вот это можно использовать. Биолог скажет, ну, как бы окей, ну а как это взаимодействует с клетками? Наша задача, ну и моя задача – это понять, а как это будет взаимодействовать с клетками человека. А потом мы приходим совсем к этому, к какому-нибудь клиницисту или к реальному практикующему хирургу, говорим, о, смотрите, какую мы классную штуку сделали, а он говорит, ну окей, а как я его привинчу в кость, например, как это будет устанавливаться? И приходится думать еще о таких вещах. Вот это я занимаюсь с точки зрения науки. С точки зрения образования, руковожу образовательной программой биоматериаловедения, то есть то, что я сказал с точки зрения науки, мы пытаемся соединиться с образованием, чтобы, вот есть такая важная фишка, это образование через науку, то есть чтобы студенты получали знания не какие-то абстрактные, а конкретно то, что сейчас находится на стрие науки. То есть такая самая такая горячая, сочная информация, то, что можно получить не от просто некого абстрактного преподавателя, от реального исследователя, от того, кто сейчас двигает науку, кто пишет топовые публикации в самые лучшие мировые журналы. И вот от этих людей студенты, которые действительно хотят строить свою карьеру потом в науке, они должны получать самую лучшую информацию. И вот я как раз стараюсь в рамках образования соединить студентов, топовых профессоров, это могут быть наши российские профессора, зарубежные, но чтобы они передавали свой именно научный опыт. То есть это могут быть люди не те, кто изначально был преподавателем, но просто тот, кто может передать самое последнее интересное знание, чтобы мы учили не тому, что сейчас есть, а то, даже тому, что будет в ближайшие несколько лет, что только вот публикуется. И вот эти знания как раз и нужны студентам. Поэтому я еще часто с точки зрения образования, ну сам еще являюсь преподавателем, и стараюсь читать лекции на темы, которые связаны с нашими последними научными исследованиями. То есть это, я это называю подход из лаборатории в аудиторию. То есть вот я там вчера это сделал в лаборатории, провел какой-то интересный эксперимент, мы показали, что это окей, это все работает, и это только еще опубликовалось, например, вчера, только принято в журнал. Я об этом буду рассказывать в аудитории, либо на какой-то открытой лекции. Потому что важно передавать именно вот это все, самое последнее, потому что сейчас информация просто идет гигантским потоком. И ну зачем студентам слушать, ну или просто любым людям, которые включают ютубчик, посмотреть что-нибудь про науку, зачем им слушать что-то такое, что уже там 200 лет, как известно. Нужно получить самую последнюю информацию. Вот, это с точки зрения образования. Еще у меня есть такая бизнес, скажем, деятельность. У нас есть малоинновационное предприятие, которое мы с коллегами организовали на базе НИТУМИСИС, то есть мы там все выходцы из НИТУМИСИС, и мы решили коммерциализировать наши разработки, в частности там в области имплантатов, или вот то, о чем я часто говорю, биомиметика, вот эти все разработки довести до практического применения. С точки зрения, например, применения в медицине, это дико сложно, потому что вообще весь бизнес биомеда, ну и естественно в России, это такая очень серьезная и иногда печальная вещь, потому что очень сложно двигать, в принципе биомед сложно двигать даже крупным корпорациям, а малому инновационному предприятию это прям вообще дикая беда. Но тем не менее мы стараемся эти шаги делать, и сейчас работаем в ветеринарии, и вот у нас уже есть ряд клинических случаев, когда вот наши имплантаты, которые мы еще разрабатывали, будучи исследователями просто в НИТУМИСИС, а сейчас и сотрудниками, организаторами компании Биомиметикс, мы это все пытаемся ввести в производство, и сами делаем, и ставим, то есть ставим не сами, естественно, а ставят наши замечательные партнеры, ветеринарные клиники, хирурги, ставят это животным. Ну, таким образом мы пытаемся делать шаги от науки к реальному применению, к реальному бизнесу. К сожалению, нет. Для людей пока это еще не применяется. Вообще, в принципе, дойти до применения в клинике, это очень сложно, очень долго и дорого. Потому что, ну, там, какие-то доклинические исследования могут стоить, там, ну, в принципе, единицы миллионов рублей, вот если надо полноценно все сделать. Клинические исследования могут стоить десятки миллионов рублей. И, там, если залезать вообще в фарму, это может быть прям вообще дико дорого. Если мы говорим про имплантаты, имплантаты – это является медицинским изделием, которое нужно регистрировать. То есть, если ты делаешь что-то принципиально новое, то это очень долго будет проходить, долго будет регистрироваться. Самый простой вариант – это сделать какой-то аналог какого-то, там, имплантата, который известен уже давно, пойти вот таким прямым путем, если просто хочется заработать денег, и сказать, вот, смотрите, мы сделали то же самое, это просто аналог, просто наш российский. Давайте регистрировать. И вот тут тогда, конечно, проще проходят клинические испытания, потому что вот прямой аналог, и все. Но если делаешь прям что-то принципиально новое, особенно если это с клеточными технологиями, а сейчас есть федеральный закон, который как раз ограничивает применение клеточных технологий, регулирует эту сферу, то тут вообще дикая беда. Я, честно говоря, не знаю пока ни одной успешной компании, которая вывела на рынок какие-то медицинские изделия с клеточными технологиями. То есть пытаются эти люди сделать, но я, честно говоря, не знаю, есть ли какие-то очень успешные такие проекты. И, в принципе, вот этот путь от исследования до рынка может составлять, ну, прям в лучшем, идеальном случае, там, 3-4 года, но это прям, если уже набита рука, и можешь кипывать этой документацией, прям на регистрацию, писать, 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 а так это 5-7 лет. И, соответственно, если ты в это вкладываешься, если ты где-то инвестиции нашел, даже там, ну, в лучшем случае государство на это денег дало, а так это инвестор надо искать, нашел денег на это, то можно понять, что отдача будет, ну, не менее там через 7 лет, когда ты попадешь на какую-то там самоокупаемость. Поэтому, в принципе, маленькая компания себе этого не может позволить. нужно, друзья, иметь хорошего инвестора. Это может быть венчурный какой-то фонд, а лучше всего, если это какая-то крупная компания, которая готова, например, ну, вложиться в вас, как в маленькую компанию, которую, ну, чтобы поднять ее, и там, например, купить, или там использовать ее технологию, там, по лицензированию и так далее, но это не важно. Вот, но компании нужно ждать довольно большой период времени, прежде чем это все окупится. Поэтому, да, к сожалению, на данный момент мы не работаем в клинике для людей. То, что делаем мы сейчас, это в основном костные имплантаты. У нас есть разработки это и имплантаты суставов. В принципе, мы начинали еще 12 лет назад с тазобедренных суставов. У нас есть прототипы коленных суставов, но на реальной клинической практике у нас были костные имплантаты. То есть поступает запрос из ветеринарной клиники, нам показывают либо компьютерную томограмму, либо рентген. Говорят, вот смотрите, вот такая ситуация, например, у собаки, либо кошки остеосаркома. Ей нужно удалять, ну, либо прям ампутировать лапу, либо можно попытаться там заменить участок костной ткани, который будут убирать, где будет резекция. И часто уже, например, в ветеринарной клинике люди обращаются, когда у животных довольно большие области поражения, то есть сантиметров 10 нужно убирать. И часто приходится прибегать к ампутации. И вот надо дать возможность собачке, кошечке еще активно пожить на четырех лапах, сколько это возможно. И мы стараемся сделать такой протез, который будет полностью восполнять вот этот костный дефект. То есть хирурги удаляют, например, 10 сантиметров кости, и вот в это пустое пространство нужно вставить замену. Мы смотрим там томограмму, либо рентген, и методом компьютерного моделирования создаем будущий вот этот имплантат, симулируем на компьютере, что будет происходить с этим имплантатом при нагрузке, что, например, если собака бегает, прыгает, то уже приходится не собственный вес собаки на лапу, может быть, неравномерно распределяется, собака прыгнула и увеличился, какое-то ударное воздействие идет на этот имплантат. Мы это пытаемся просчитать, прикинуть какой-то запас прочности, потом печатаем из металлической части, если достаточно большой имплантат нужен, значит, нужно его делать максимально прочным. Мы делаем из металла какой-то каркас, основу, из титанового сплава, биоинертного, но разрешенного в медицине. И потом на него наращиваем полимерную часть, которая является биомиметической, которая имитирует по своей структуре пропористой структуре кость. И потом в содружестве с коллегами биологами берется проба из костного мозга животного, выделяются клетки, идет их культивация, они колонизируют в пробирке эти клетки имплантат в течение где-то 10-14 дней, и потом проводится через 2 недели операция. Вот, то есть, нам надо уложиться в идеале вот в 2 недели после того, как нам дали рентгены, как вот к нам обратились ветеринары. Вот мы за эти 2 недели делаем все, передаем в клинику, мы делаем с запасом имплантатов, обычно штуки 4, чтобы 1 дать хирургу просто повертеть в руках, как-то с ним поиграться, понять, насколько удобно с ним поработать. 1 или 2 штуки это на колонизацию клетками животного, 1 еще просто про запас мы у себя оставляем. Вот, ну и потом передается в ветеринарную клинику и проходит операция. Мы стараемся на операциях присутствовать, потому что это все индивидуализированные имплантаты под конкретную собаку, под конкретную кошку и иногда может быть такая ситуация, что нужно рекомендации от нас, как от разработчиков, как от биоматериаловедов, как лучше привинтить вот этот имплантат, как его лучше присоединить к кости, то есть есть какие-то нюансы, которые нужно решать прям непосредственно в ходе хирургической операции. Поэтому нам уже приходится как-то учиться понимать хирургов, учиться понимать медиков, биологов, потому что у всех есть и своя терминология, и какие-то свои специфики, потому что кажется, что вот там, напечатал имплантат и все можно поставить, да нифига, на самом деле там столько гигантское количество проблем и все они выясняются собственно непосредственно уже вот на операционном столе. И бывает такая ситуация, что нужно взять имплантат и как-то его подработать, потому что даже вот если дали компьютерную томограмму, может оказаться, что не все там идеально, раскрыли какую-то область и все, а там на самом деле надо кость чуть-чуть подпилить, удалить какой-то кусок или там чуть-чуть имплантат подрезать. Если мы имеем просто кусок титанового имплантата, то титан резать, ну это такое не очень благодарное дело. Поэтому мы делаем обращиваемые имплантаты полимерами, которые очень хорошо режутся, чтобы можно было их допилить до конгруентности, до стык в стык, чтобы с костью все это сопрягалось. И вот приходится обо всем это думать, естественно, это постигается только в процессе постоянного общения между медиками, биологами, материаловедами. И вот мы когда поняли, что мы уже до этого доросли, что мы более-менее все это понимаем, мы стали работать с коллегами, с ветеринарами, организовали свою компанию, чтобы все это внедрять. И мы надеемся, что если мы сейчас сможем это успешно дальше продолжать внедрять в ветеринарные клиники, то может быть наши успехи покажутся интересными крупным компаниям, либо мы сможем понять какие-то наши экономические модели и сами дойти до применения в клинике. Но тем не менее, наш следующий шаг, в будущем мы очень бы это хотели, попробовать применить и для человека. мы считаем, что вот у нас такая вершина творчества это клеточный инженерный протез. Вот был такой очень непростой случай, обратились ветеринары, есть такая очень известная клиника биоконтроль, которая занимается, у которых специализация это животные с онкологическими заболеваниями. Вот у кота была остеосаркома, достаточно уже большой кусок ткани, около 6-7 сантиметров. И мы решили провести все-таки вот это была первая операция, которую мы привели с использованием клеточных компонентов. Наши коллеги-биологи выделяли клетки из костного мозга, все это делали, культивировали. Пришлось поработать с точки зрения сочетания то, что называется аддитивных и субтрактивных технологий. То есть можно вроде бы все сделать на 3D-принтере, а вот нифига. На самом деле не все материалы печатаются. Есть материалы, которые вообще никак не напечатаешь. Вот мы используем такой очень классный материал, называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Он очень классный с точки зрения медицины, и он уже в принципе как материал лет 40 применяется в эндопротезировании суставов. Но он вообще не печатается. У него молекулярная масса 10 миллионов грамм на моль. То есть это ну прям вообще дофига. То есть если его расплавить, он не потечет как водичка. Он из-за того, что у него очень большая молекулярная масса, у него молекулы настолько длинные, что они перепутывают друг с другом как не знаю, как спагетти в в миске. И распутать их очень сложно. И раз их распутать сложно, все это дело очень вязкое, даже если это расплавить. И если это вязкое, то нифига не будет во время 3D-печати нормально сплавляться в какое-то единое изделие. И нам приходится сочетать 3D-печать, которая классная с точки зрения воспроизводства геометрии кости, с субтрактивными технологиями. То есть мы делаем 3D-печатью какой-то каркас, его потом обращиваем полимером, а потом используем уже фрезеровку, точение, еще что-то, какие-то такие вещи, чтобы убрать ненужные лишние какие-то слои, лишние детали, чтобы получилось что-то похожее на кость. И потом это уже мы в этом случае колонизировали клетками этого кота, кота звали Лапуня, ему на момент операции было около 15 лет. И вот собственно ровно на год смогли продлить активную жизнь коту, то есть он ходил на все 4 лапы опирался, то есть это была очень хорошая успешная операция, это был первый в России кот с клеточной инженерной лапой. Вот собственно наша задача пока это продлить активную жизнь животным, потому что к сожалению вот животные с онкологическими заболеваниями у них срок жизни не очень большой, потому что к сожалению это может потом развиваться ну если была у него остеосаркома в лапе, на самом деле может потом развиться раковая опухоль например в легких, то есть и часто к сожалению ну хозяева увидят что с животным что-то не так уже на достаточно поздних стадиях, потому что животное само сказать ты не можешь что-то не то и к этому моменту когда уже например нужна операция на кости там много других проблем вот ну и наша задача это именно не лечить рак наша задача это продлить активную жизнь животному собственно вот этим мы и занимались и нас были уже успешные клинические случаи 4 у нас было 4 клинических случая собственно все мы их провели вообще сейчас мы как так как мы только начинаем такой свой бизнес путь мы все операции абсолютно все для животных проводим бесплатно за собственный счет ну мы считаем неправильным что если вот что-то изобрели сразу же давайте возьмем и сразу резко на этом заработаем это неправильно тем более в медицине в такой ответственной области поэтому мы для себя приняли в компании решение что вот когда мы пройдем определенный путь и будет определенное количество вот всех вот этих успешных клинических случаев вот тогда уже мы можем на этом зарабатывать с точки зрения бизнеса сейчас мы все проводим за собственный счет и но потенциально если это продается уже за деньги это в принципе можно делать один имплантат ну вот примерно вот такого размера это где-то 5-6 сантиметров если представить что вот это там лучевая кость такая трубочка да это стоит около 60-65 тысяч рублей если туда вводить клетки пациента это ну будет дороже это может быть даже там раза в полтора два дороже потому что дополнительно еще берется проба костного мозга то есть это еще дополнительная операция там время на культивирование на работу с клетками то есть ну тут сильно удрожение удрожание процесса идет то есть это может стоить там под 150 тысяч но в принципе это вполне то что находится в диапазоне цен обычных имплантатов разных просто вот наша фишка в том что мы берем материалы сейчас которые уже как материал известный хорошо в медицине кусок полиэтилена полиэтилен известен уже 40 лет как в медицине но мы изменяем его структуру так чтобы его можно было этот кусок полиэтилена достаточно дешевый использовать в таких необычных областях как там костное протезирование то есть кусок полиэтилена не похож на кость но если в нем создать нужные поры нужного размера нужной геометрии вот тогда он похож на кость и это не не дикое удрожание материала но это принципиальное изменение области его применения вот в принципе если говорить про деньги это просто обычно хорошо всегда везде заходит слушатели любят деньги полиэтилен немедицинский стоит там несколько долларов за килограмм медицинский полиэтилен ну это практически то же самое полиэтилен который там стоит несколько долларов за килограмм просто он уже прошел необходимый регистрации там одобрен FDA например это Food and Drug Administration самая такая известная организация США там его проверили чистоту все дела все такое и у него за счет того что вот эта вот куча всех этих манипуляций контрольных у него стоимость там дико возрастает и там на порядок даже там и на два порядка но в принципе это материал достаточно дешевая с точки зрения медицины и вот мы берем вот эти материалы и изменяем их структуру значит изменяем их свойства биомиметика все дела и вот тогда уже можем делать имплантаты у которых не очень сильно будет увеличена их себестоимость ну как я уже говорил я стараюсь читать разные лекции в основном это лекции на те тематики которые мне близки это биоматериаловедение но может быть даже и не только био это могут быть и там смарт материал умные материалы потому что один и тот же материал можно применять не только в медицине биологии его можно применять хоть и там для строительства космических аппаратов материал может быть универсальный даже те же самые подходы биомиметики это не обязательно в организм надо запихнуть биомиметика она везде от крыла самолета который имитирует крыло какого-нибудь насекомого либо птички до обтекаемости поезда или еще чего-то там ну в общем у примеров биомиметичных очень много там с точки зрения материалов там вообще куча там если имитировать например там наноструктуры в на каком-нибудь металлическом либо там оксидном материале то имитировать например там фасетчатую какую-то структуру глаз насекомых то этот материал может изменять свойства поглощения солнечного света и очень эффективно например его поглощать либо там наоборот эффективно его отражать и такие вот поглощающие там или отражающие материалы ну поглощающие все-таки нужны больше можно использовать в энергетике чтобы создавать какие-то солнечные элементы с большей эффективностью, чтобы поглощать больше солнечной энергии. То есть изменяем не сам материал, изменяем его наноструктуру, какую-то геометрию, как у насекомых, и можно это эффективно использовать. Подходы могут быть одни и те же, но просто это уже не в медицину, а куда-то еще. И я, соответственно, в такой просветительской деятельности популяризационной пытаюсь рассказывать о таких вещах, которые вышли из лаборатории совсем только что. Поэтому я стараюсь перед каждой лекцией, неважно, это лекция студентам, либо это лекция школьникам, либо вообще на все возраста обязательно читать, еще раз прочитывать статьи, научные статьи, все, что вышло за последние несколько месяцев. Потому что наука настолько быстро развивается, настолько огромный поток информации научной, то есть журналов же их сотни тысяч журналов, но, конечно, там достойны внимания только пару сотен по какой-то определенной научной области. И вот оттуда постоянно читаю информацию. И вот обычно я перед лекцией стараюсь прочитать пару десятков статей, открываю какой-нибудь Science Direct и читаю, читаю, читаю. Потому что даже если ты находишься в области науки, в той, в которой ты сейчас работаешь, ты не всегда успеваешь следить за всем, потому что информации слишком много. Поэтому приходится себя пинать, чтобы почитать побольше. Вот читаю и потом стараюсь именно эту самую топовую информацию рассказать слушателям. Потому что, к сожалению, часто информация очень быстро устаревает, и слушатели получают информацию ту, которая была еще не то, что пару лет назад, а пару десятков лет назад получена, и ее когда-то там рассказали. Не надо, надо как-то, мне кажется, уменьшать разрыв между состоянием, в котором пребывает непосвященный слушатель и исследователи на крае науки. И чем меньше вот это расстояние между ними, тем, мне кажется, лучше. Другой вопрос, наверное, нафига слушателю самая последняя информация? Ну, это такой уже, наверное, риторический вопрос. Ну, да, наверное, популяризирую материаловедение, и в частности, то, что мне на данный момент более близко, это биоматериаловедение, как одна из областей материаловедения. Ну, да, потому что на самом деле сейчас, вот просто на данный момент, не так много людей понимают на самом деле всю крутость и красоту материаловедения или биоматериаловедения, потому что есть области, которые прям, ну, на слуху, и там, не знаю, всем людям интересна медицина, потому что все болеют. Но не все понимают, а нафига нужны материалы те или иные. И у некоторых людей вообще там есть такое понимание, что материаловедение – это что-то про материалы, там ситец, вот это хлопок, вот это материалы. Вот, поэтому я пытаюсь рассказывать о том, ну, что же такое материаловедение, что же есть такое в нем крутого, потому что на самом деле материаловедение – это дико крутая и важная область, которая нужна всегда и везде. Можно взять абсолютно любую область какого-то такого там практического знания, неважно, это геология, это физика, астрономия или еще что-то. Везде, везде нужны какие-то новые материалы, которые потенциально вообще, в принципе, влияют на методы исследования, на технологии, на качество жизни человека. Это нужно везде. И я пытаюсь донести вот эту информацию, что это дико важно. И я надеюсь, слушатели это начинают понимать. Это такой всегда очень провокационный вопрос, потому что что можно назвать открытием? То есть наверняка есть какое-то определение, что такое конкретно открытие. Я бы сказал так, какие тренды наметились в области, в которой я занимаюсь, которые, мне кажется, прям дико топовые или которые сейчас будут выстреливать, которые очень важны. Я считаю, очень важный тренд развития – это биопринтинг. И вот, например, в России есть замечательная компания 3D Bioprinting Solutions, которые занимаются 3D-печатью органов. И вот у них были просто такие очень громкие, известные эксперименты. Отправляли на МКС 3D-принтер для печати в условиях космоса на орбите. Точнее, не космоса, а в условиях космической станции на орбите. И вот, в принципе, вот это направление биопечати, биопринтинга – это то, что сейчас должно развиваться прям дико сильно, потому что это область, позволяющая воспроизводить, не просто делать протез, а полностью воспроизводить функционирующий орган. Потому что заменить кость, заменить хрящ – это там одна проблема. А как заменить мягкие ткани? Как сделать обработающую поджелудочную железу, которая должна продуцировать инсулин? Вот это прям дикая проблема. И, в принципе, технологии печати, совмещенные с клеточными технологиями, то есть, сразу же, смотрите, это и инженерный подход, и подход биолога, и материаловеда, вот это все вместе, вот этот замес, он как раз определяет успех вот этого направления. Я считаю, вот это очень важно, и то, что развивается прям дико хорошо последние годы. Что еще? Это, мне кажется, опять, это не открытие, это просто череда интересных, крутых работ. Это работа, связанная с метаматериалами и то, что называется smart materials. Это такие материалы, например, smart materials, которые могут контролируемо изменять свои характеристики под воздействием каких-то внешних факторов. То есть, это могут быть и материалы с эффектом памяти формы. Вот только имеется в виду не вот эти вот подушки из Икеи, которые там память формы головы, нет, имеется в виду память формы материала, как такой материаловедческий эффект. Это могут быть разные материалы, которые, например, изменяют свою электропроводность или там внешне изменяются, если на них там как-то посвятить, в общем, как-то изменить внешние условия. Зачем это нужно? Это могут быть какие-то, как я тоже люблю говорить, самоустанавливающиеся имплантаты. Это могут быть какие-то мягкие роботы, например. Кстати, тоже вот очень классное такое направление, которое там последние годы стало, вот выстреливать научные статьи на эту тематику. То есть, можно сделать такую медузку, которая будет сделана из умных материалов. и которая при помещении там в воду начинает сама плыть, и там можно как-то пытаться влиять на направление, куда эта медузка будет плыть. А зачем это нужно? Это может быть нужно, например, для создания роботов, которые могут работать, может быть, без каких-то таких традиционных источников питания в какой-то среде или там участвовать в аварийно-спасательных работах, когда надо куда-то пролезть. Вот мягкие роботы, они сделаны, считайте, просто из куска полимера, но они могут, соответственно, утоняться, куда-то там пролезть, потом опять разбухнуть, дальше двигаться. И вот сейчас вот есть очень красивые работы, появляются в крутых журналах, которые показывают, как это можно делать. Вот важная область. Это могут быть успехи в области еще адресной доставки лекарства. Тоже сейчас очень много таких красивых работ, связанных с тем, а как вот доставить какое-то сильнодействующее лекарство в нужную область организма. Потому что если, ну, человек там, не знаю, голова заболела, выпил таблеточку, ну, как бы, и ладно, это вещество не очень опасно для всего организма. А как сделать так, чтобы, например, человек выпил вот эту таблетку, либо там ему ввели там внутривенно какое-то вещество, которое очень сильнодействующее, но оно же с кровотоком начинает везде разноситься. И вот чтобы не вредить другим органам, как вот лечить один конкретный вот этот, на которого это все направлено, например, как убить конкретные раковые клетки в каком-то месте человека, чтобы химиотерапия не влияла на все. Вот адресная доставка лекарства, какие-то там таргетные такие препараты, это то, что как раз набирает обороты, и то, что важно с точки зрения науки и там практического использования. Вот я считаю, это тоже очень важная такая область. Ну, начать на самом деле можно, мне кажется, с любого. Главное начать не что, а начать где. Потому что очень важно то, куда человек попадает. Ну, как если там, не знаю, ребенок попал в плохую компанию, вот он может вырасти одним. Попал он в хорошую компанию, либо там в каком-то хорошем окружении учится, то из него и тоже получится. Вот тоже очень важно, а где захочет человек заниматься наукой? Потому что, к сожалению, ну, это все очень неравномерно, наука неравномерно развивается, и можно попасть там в такие организации, коллективы, где просто отобьют желание заниматься наукой, даже если у тебя было. Не только с точки зрения финансов, но и это, кстати, тоже, да, потому что человек увидит, там, нафига мне заниматься там за 6 тысяч рублей ставки инженера наукой, если я просто не смогу на это прожить, а попасть туда, где ему покажут, что наукой заниматься круто, наукой заниматься интересно, и вот смотри, есть интересное оборудование, и мы тебе даем какую-то свободу. Вот если он попадет, этот человек, вот в такой коллектив, или там в такой университет, или там в какую-то научную организацию, академическую организацию, вот это очень важно. А то, к чему он в итоге придет, это уже немножечко, мне кажется, вторично. Вот я, например, понял, что хочу заниматься наукой, обучаясь в, уже, ну, ближе к старшим классам школы, очень большое влияние на меня оказал учитель физики, Шандалов Григорий Борисович, который сейчас является директором школы, в которой я учился. И он показал, что наука может быть красиво интересной. Меня это просто заинтересовало. Я делал научные проекты, которые, ну, с точки зрения науки, понятно, они достаточно были простые для школы. Меня просто это заинтересовало, почему бы не заняться, это интересно. А потом я стал заниматься там углеродными нанотрубками, я прочел какую-то статью в интернете, что очень круто построить космический лифт от Земли, там, до, там, станции на орбите. И трос, по которому будет ездить лифт, должен быть сделан из дико прочного и легкого материала. А почему бы не использовать углеродные нанотрубки? И вот я в школе делал проект, связанный с расчетом, какой-то должен быть трос, там, из этих нанотрубок, чтобы он, там, выдерживал, там, нужный вес и все такое. Это было очень интересно, и меня заинтересовала тематика нано. Я пошел в университет, в не ту миссис, где открылась только тематика нано материалов. Это был второй набор в России, тогда это был 2005 год. Я думал, что я буду заниматься нанотрубками. Нет, я не стал заниматься нанотрубками, хотя там закончил специальность нано материалов. Я просто, обучаясь там на четвертом году специалитета, понял, что, там, тематика био и применение знаний о материалах в биообласти, это прям вообще дико такая штука, которая может бомбануть. И стал заниматься в этой области. И вот в итоге я сейчас пришел к тому, что сейчас занимаюсь, там, клеточно-инженерными конструкциями, хотя, там, мой научный путь начинался с интереса, там, к нанотрубкам и, там, космическому листу. Вот. Просто, да, надо уметь создавать для людей, кто захотел заниматься наукой, такие исследования, такие условия, чтобы не отбить у них интерес к исследовательской деятельности и не отбить интерес задавать вопросы. Вот я, наверное, советую, там, молодым или не очень молодым людям, кто бы захотел начинать какие-то шаги в науке, это, ну, просто не стесняться интересоваться, неважно чем, просто интересоваться и идти туда, где им будут рады. Ну, мне бы хотелось, чтобы все, что мы делаем, что я делаю, что делает наш научный коллектив, это было полезно, чтобы это было нужно, нужно не только, там, нам с точки зрения интереса, потому что это, на самом деле, офигенно интересно, а чтобы это было для кого-то полезно, потому что, когда, вот это, кстати, к вопросу о том, чтобы не отбить интерес, когда человек занимается наукой, часто такое происходит, это не только в России, это во всем мире, он работает в бумагу, он работает в отчет, он пишет отчет, и этим заканчивается вся его научная деятельность. Он отчет этот положил, он на полке лежит, ну, или там, на компьютере в файлике, в какой-нибудь папке, там, новая папка 2 с отчетами, все. Ну, или в лучшем случае напишет статью, несколько статей. И все, ему кажется, этому человеку, зачем он все это делает, зачем там эти годы провел, если это просто легло на полку. И вот хотелось бы, чтобы все, вот это все, что мы делаем, оно доходило до чего-то реального. Потому что, вот, если ты видишь, что это хоть кому-то полезно, ну, особенно в такой области, как медицина, то это, на самом деле, дает пинок тебе дальше заниматься этим. И ты уже двигаешься, как раз, скажем, ну, не от мечты к мечте, а от каких-то вот таких вот внутренних хотелок, что хотелось бы вот сделать это, хотелось бы сделать это, дойти до этого и перейти уже какой-то на следующий этап развития. Поэтому, да, в науке, наверное, вот такой ответ. Субтитры создавал DimaTorzok